Кого? Куда ты крыша уехала? Я живу не то, что теперь в небесах, ну я уже живу выше господа. Просто посмотрите на это, а ааа, нет! Как мне положить теперь вещи? Вот как? Всем хулиганам добро, с вами я, Дом Мир, и сегодня каждый раз, когда стример будут отворачиваться, я буду делать его дом выше, И на самом деле, очень интересно, насколько высоким он получится, потому что я больше чем уверен, что он будет выше, чем вот этот вот столб. И мне безумно интересно, какая реакция будет у стримера. А ещё у меня к вам есть невыполнимое задание. Если вы на этом ролике каким-то чудом набираете 3 лайка, то я сразу же пойду снимать новый ролик. Но я понимаю, что вам слабо поставить лайк, и, скорее всего, вы их просто-напросто не наберёте, но посмотрим. Как обычно, я записываю этот ролик на своём сервере, педре сервера будет в описании. Заходите, всех я вас буду ждать, у нас вам будет сходка, и если вы пропишите вот эту вот команду, то получите секретный подарок лично от меня, о котором вы сами узнаете, когда зайдёте на сервер. Также не забывайте про подписку и колокольчик, ибо это очень сильно мне поднимает настроение. И до 2 миллионов подписчиков осталось совсем чуть-чуть, на самом деле это моя мечта, и только ты мне можешь помочь воплотить её в реальность, так что... Подпишись, пиши. Заранее спасибо. Ну а я вам всем желаю приятного аппетита, и мы с вами начинаем. Я чисто случайно наткнулся на этот стрим, потому что вы его скинули и попросили его как-то затроллить. И я прочекал его дом, и сейчас, я думаю, вы сами всё понимаете, и что будет. Поэтому я зашёл на свой фейк-аккаунт, и самое время к нему телепортироваться домой. У него двухэтажный дом, и это самое то, что мне нужно, чтобы сделать его дом выше. И я предлагаю не медлить, потому что он там сейчас чем-то занят, поэтому максимально быстро берём, выделяем как раз-таки пол, и выделяем непосредственно крышу. Заходим вовнутрь самого дома, и смотрим в потолок, пишем move1, крыша нашего дома съехала, но ничего, мы как бы не расстраиваемся сейчас. Главное максимально быстро всё вернуть, по сути, как и было. Здесь у нас стоит вот так вот, по красоте ставим вот эти вот блоки. И по факту, если так даже посмотреть, ну вот он телепортируется домой, поднимается на свой второй этаж, и по сути, вообще ничего не изменилось. Так что сейчас мы узнаем, насколько этот стример внимательный. Нер, опять никого. Ладно, пойду домой тогда зельки пополню. Хомэм, зельки, зельки, зельки. Мне нужна стойка, сила и скорость. Всё, ну да, вроде бы всё. А ещё, кстати, у меня тут, по-моему, еда была. Ладно. Сейчас, мне нужно еды ещё больше взять, потому что, мне кажется, морковки у меня не хватит. Ну, значит, сюда. Ну, слушайте, я удивлён, потому что он первый стример, который впервые чё-то заподозрил, но не обратил внимания на это. Поэтому я предлагаю, как обычно, сделать его дом ещё выше, но в этот раз уже на два блока, друзья. И это будет что-то с чем-то, особенно когда он будет выше на 100 блоков. Мы, как обычно, как призрак, заходим в его дом, смотрим на потолок, пишем move 2. И его крыша съехала уже на два блока вверх. Так, ставим здесь дуб. И теперь остаётся самое простое, это просто-напросто выставить стенки. Сет 5. Вот как он сейчас удивится, друзья. Я прямо отчётливо вижу разницу между тем, что было и что стало, но посмотрим, заметят ли стример вообще разницу. Так, всё, лестница готова. Ну, если посмотреть с точки зрения большого потанцевала, то ничего не поменялось, правильно? Давай, кристалл, кристалл. Чего? Я отвечаю, у меня вот эта часть была несколько ниже. Ну, так, ну, может быть, ну, полметра. Это, конечно, классно, но... Ладно, сколько возьмём? Давайте 3 возьмём, потому что 4 не стоит брать. РТП и полетели. Ну, в этот раз он что-то заподозрил, но, знаете, он как бы был не сильно удивлён, поэтому я предлагаю его удивить сильнее и сделать его дом на целых 3 блока выше. Получается, пол у нас как раз-таки вот тут вот. Мы, опять же-таки, его просто-напросто выделяем. Входим внутрь этого дома. Готово. Прописываем как раз-таки Move 3. И смотрим, что у нас получается. У нас получается, на самом деле, вообще непонятно, что получается. Быстренько ставим опору. Готово. Так, давайте я всё-таки буду сетать, потому что мне как бы важна каждая минута. Если он сейчас телепортируется домой, то это будут большие проблемы. Мы прописываем сет 5. Быстренько делаем вот здесь вот. Всё. По факту я всё сделал. И сейчас моя любимая пьяная лестница. Ладно, давайте попробуем отсюда лестницу сделать. Я надеюсь, ничего такого подозрительного не будет. Ну, слушайте, идеально. Просто-напросто идеально как раз-таки всё подошло. И, как по мне, это достаточно круто смотрится. Ой. Ну, а я, как обычно, теперь жду, пока он домой придёт. Это не тотем. Это не тотем. Это яблоко-чар. Чего? В смысле? Что это такое? Лестница. Ты куда поехала? Это у меня кукуха едет. Ты едешь никуда. Чего? Мало того, что у меня уже кукуха поехала, потому что у меня постоянно какие-то чуваки. Это фулл алмазники с чарами. Ещё и лестница поехала. Ещё и хата поехала. Это что, я скоро на луну должен был подняться, чтобы как бы, ну, вещи себе взять, да? Достойно, достойно. Ну, вы посмотрите, что это за бред. Потолок был, потолка нет. Потом, ну, может быть, мне показалось, но он поднялся повыше. То есть, скажем, ну, вот сюда, да? Сейчас что это такое? Тётя Мотя. Я когда квартиру снимал, я не рассчитывал, что у меня потолок будет ездить. Как говорится, в жизни бывают разные огорчения, так что погнали просто дальше. Может быть, я встречу нормального алмазника и не умру. По-моему, сейчас я согласен, это всё делает тётя Мотя. Если кто-то из вас её знает, напишите в комментариях. Ну, а поскольку я джамшу-думер, сейчас мы будем продолжать наш евро-ремонт. Поэтому мы сейчас просто не аккуратно входим в дом, а вот так вот делаем дырку. Ну, должно ведь проветриваться, правильно? А то на такой высоте, как бы, кислорода может уже не хватать. А мы прописываем сейчас просто-напросто Move 5. И крыша этого дома съехала на 5 блоков. Вот реально так можно и, в принципе, улететь на Марс. И, как говорится, всё по-новой. Быстренько восстанавливаем как раз-таки столбы. Готово. Раз, два, три, четыре, пять. Смотрится достаточно интересно. Я бы сказал, это одна из самых моих лучших построек в Майнкрафте вообще. Ну, вы просто посмотрите. Всё очень гармонично. Ну, давайте сейчас устроим с вами хоровод. Давайте вот здесь вот сделаем дырочку вот такую вот. Даже две дырочки. И вот здесь вот лестница будет закругляться, идти наверх. Он такой подымается. И смотрит, какой прекрасный вид из окна. А тут... А тут я наблюдаю. Мне, наверное, стоит ходить домой, потому что я забыл взять тотем, забыл взять стрелы. Хомэ. Чего? В смысле? Ну, то есть, вот я пришёл домой, да. После работы. Ну, в окно смотрю, всё нормально. Нормально, нормально. И теперь, чтобы подняться на второй этаж. Ну, в свою отдыхающую зону. Мне нужно пройти паркур, да. Ну, то есть, вот так вот пропрыгать. Лестница уже вообще, я не понимаю где. Причём, в сундуках леса стали. Смотрим в окно. А мы уже на десятом этаже живём. Не то, что, как бы, второй этаж шизанулся. А я уже, похоже, шизу слою. Неплохо, неплохо, я бы сказал. Спасибо большое, архитекторы. Меня, по-любому, Коля троллит. Самое забавное то, что он не знает, что его троллю я. Поэтому, как вы понимаете, архитектор Джамшу Думер сейчас быстренько берёт. Просто-напросто выделяет вот здесь вот одну стеночку. Даже не будем выходить, в принципе, на улицу. Я не понимаю, зачем я это делал раньше. Но, неважно. Мы сейчас с вами делаем его дом на целых 10 блоков выше. Мув 10. Так. Не понял. Попытка номер 2. Мув 10. Ну, вот теперь мне это больше нравится. Как по мне, это уже что-то с чем-то, друзья. Сейчас нам нужно максимально быстро это всё. Застроить, как будто ничего в жизни вообще не поменялось. Всё, как и было. Я очень сильно переживаю насчёт того, что он может случайно вернуться домой. И это будет, на самом деле, просто-напросто пападос. Остаётся последняя сет 17. Вот. Боже мой. Посмотрите на этот двухэтажный дом. Сейчас мы делаем, как бы, мою любимую лестницу. Пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам. Так как я великий архитектор Джамшу Думер, вы не обращайте внимания на то, как я их вообще строил. Мне немного пришлось переделать лестницу. Для чего? Для того, чтобы поставить барьеры. И как вы понимаете, когда он будет идти здесь, он такой захочет прыгнуть, и тут бац! Ну, в принципе, вы сами всё понимаете. Очень интересный такой прикол. Тру-ля-ля, ля-ля, ля-ля, ля-ля. И сейчас просто-напросто ждём его. Погнали домой. Нужно пополнить запас зелек. Хомы, хомы. Так. Вы с ума сошли? Давайте рассудим с точки зрения банальной эрудиции. Мы поднимаемся домой. Вот. Вот тут был, по-моему, второй этаж, да? Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, блоков восемь он стал выше. Ну, конечно, конечно, построили новый этаж, и я теперь ещё не смогу на него забраться. Из-за того, что все лестницы максимально... Выжить. What the fuck? Там нет лестницы или чего? Ну, то есть, смотрите, теперь окно можно взять вот отсюда, поставить сюда, потому что теперь я вижу только небо. Какой замечательный вид, я бы сказал. Прям прекрасно. РТП. Погнали. Донат. Ничего себе. Ну, слушайте, мой план сработал, он как раз скипал в ловушку, но, как вы понимаете, это ещё не всё. Я хочу прямо сейчас сделать его дом на 20 блоков выше, и посмотрим, как он вообще будет до него добираться, потому что, как вы понимаете, я просто так вот эту вот пьяную лестницу обычно не сделал. Поэтому мы сейчас мгновенно прописываем ГМ-3, выделяем его как раз-таки второй этаж, в кавычках, и пишем уже МУВ-20. Ну, ты видел? Кактус мне в рот, я бутерброд. Вы просто посмотрите, что это вообще за квадрат такой, летающий в воздухе. Ладно, давайте не будем отвлекаться, займёмся вторым этажом. Прописываем Сет-5. Сейчас мы также быстро делаем вот эти вот столбы. Сет-5. Всё. Кстати, напишите в комментариях, вы бы хотели жить в таком доме, либо же нет. Но он смотрится, честно говоря, забавно. А ведь это ещё не всё. Поехали. Лестница. Давай с тобой сейчас раз, два. Пустим нашу лестницу как раз-таки по центру. Через центр она пойдёт вверх как-нибудь. Вот так вот, я даже не знаю. Ну, джампшут-домер сейчас всё, в принципе, сделает. Вот здесь вот у нас тоже будет вот такой вот прикол. Здесь нужно свернуть налево, повернуть прямо, пойти прямо, свернуть налево, свернуть налево, потом прямо, прямо вверх, вверх. Как обычно, как обычно, мой любимый выход к окнам. Посмотрите, оп. Обалдеть. Он точно упадёт в обморок. Так, всё, у меня до домой. Хома. Так, так, так. Святые суслики. Шо это за фигня? Бакенбардами по роялю взять и проехаться? Это... Что это такое за бред? Ну, я, конечно, всегда мечтал жить на Бурж-Халифе. Но я не рассчитывал, что это произойдёт так быстро. Давайте ещё разочек. Ещё разочек. Чтобы взялись наверх, мне нужно. Подняться тут. Затем прыгнуть здесь. Затем ещё подняться. Тут меня ждёт ловушка. Коль, давай просыпайся, хорай меня троллить. Ещё подняться. Просто, 109-я высота. Алё, птицы, птеродактили. Просто, что это такое? Почему я тебе так высоко живу? Такие дома строить, это, я считаю, уму непостижимо. Просто шопа. Да, Николя я, я Серёжка. И я удивлён вообще, как он смог подняться на свой второй этаж. Но сейчас, друзья, это будет просто что-то с чем-то. Потому что я собираюсь поднять его дом выше на целых 50 блока. Вы просто-напросто вдумайтесь. Это всё. Это уже, я считаю, просто-напросто бан. С помощью цыганских фокусов мы прописываем муве 50. Уф. Обалдеть. Просто-напросто. Вы взгляните вообще, куда уехала эта крыша. Вот, то есть, ну, вот крыша, вот сам дом, вот крыша. Обалдеть. Ну, как эта крыша? Ну, эта крыша не назвать, это как бы второй этаж. Ну, просто крыша поехала, сами всё понимаете. Быстренько, где вам столбы? Стоп, 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 стоп. А, блин. Я же и окна убрал. Раз, два, три, четыре. Тут какой-то игрок уже прилетел. Привет тебе. И, как вы понимаете, сейчас мне даже страшно самому спускаться вниз. И самое мучительное, это пьяная лестница Джамшута Домеров. Ну, ладно, сейчас мы её сделаем просто-напросто от винта. Только звезди, и вон появится чёрный плащ. Ну, это как бы, наверное, две разных песни, но ничего страшного. Вот сейчас я больше уверен, что он будет в огромном шоке. Ну, как вы понимаете, это ведь ещё не предел, друзья. А вот здесь, как вы понимаете, ну, ну, я просто не могу сделать по-другому. Он такой прыгает, такой, блин. Будет заново, по-новой забираться. А потом я сломаю барьер. А теперь ждём, пока он телепортируется домой. Чего? Кого? Куда ты крыша уехала? Полный капец. Так, я тут помню, тут мне надо выжить. Вот тут вот так. Охренеть. Я теперь живу, ну, не просто, знаете, на Бурж-Халифе. Я не знаю, даже такого высокого здания, в котором я живу. Чего? Я, конечно, прошу прощения. А как я должен здесь залезть? Ну, ладно, ладно. Допустим, вот так. Я ещё просто должен пройти хоть на километр вперёд. Тут лестница вообще плохо стала. Так, а. А, а, отлично. Спасибо большое. Это вызов. А вот тут типа, а, всё нормально. Отлично. Привет. Это сделал я. What the fuck? Представляете, я ещё раз умираю. И чтобы подняться опять сюда, мне нужно просто пройти вот весь паркур, три ловушки обойти, не упасть в трапку. Господи, пожалуйста, помогите грешнику. Губок, я могу как бы уже напрямую как бы с тобой контакт иметь, то есть я живу настолько высоко, что я могу тебе прям в глаза посмотреть и сказать, господи, за что ты со мной так? Реально, меня бог слышит, смотрите. День стал, только что была ночь. Пожалуй, маяк уха, так как и крыша моего дома, уже уехала окончательно. Я бы, конечно, спустился вниз за пёрлыми, но мне кажется, проще головой пстилу удариться, чем вниз спуститься. Поэтому просто погнали на РТП. Его крыша ещё уехала не окончательно, поэтому мы сейчас с вами выходим по красоте, пока он ушёл. Тут ребята как раз таки наблюдают, но ничего страшного, ничего страшного. Сейчас посмотрим, как они будут забираться на 100 блоков выше. Сорян. По нашей традиции мы прописываем Move 100. Блин. Неужели я его удалил? Блин. Дома нет. Прописываем Move 90. Во! Во-во-во-во-во-во-во-во-во! Висит он, вот. Я прям чувствую, что это самый высокий дом на сервере. Как обычно, сейчас мы берём по нашей традиции, просто-напросто определяем вторую точку, пишем Woes 5. Вот сейчас Джейк 100% офигеет от того, насколько его крыша просто-напросто съехала ещё выше. Но, как говорится, главное не расстраиваться. Сразу видно, у этого стримера большой потанцевал, раз он ещё совсем с ума не сошёл и не вышел с сервера. Ну, а если он не психанёт, то я ему значу тысячу рублей. Ну, а теперь поднимаемся на второй этаж, поднимаемся. Вот, всё, я, в принципе, поднялся. Делаем как раз-таки два окошка. Ладно, я понимаю, что я сделал лестницу на 50 блоков, но на 90 блоков вверх теперь делаем всё по-новой! Помогите! Ну, ладно, в принципе, ничего страшного, тут такого нет. Сейчас посмотрим вообще, как он будет подниматься. И главное, это не то, как ты поднимаешься, а то, как ты идёшь в гору. Потому что умный в гору не пойдёт, умный в гору обойдёт. Боже мой, если кто-то из вас понял, что я сказал, можете написать в комментариях. Такими темпами, пока я буду строить вот эти вот лестницы, у меня скоро у самого поедет крыша, честно говоря. Потому что вы просто посмотрите, это вообще что такое? Это двухэтажный дом, я, конечно, понимаю. Такая планировка у этого дома была. Не такая, как у всех, конечно, двухэтажных домов. Фух, вот крыша, друзья, наконец-то, наконец-то второй этаж! И, друзья, это просто-напросто лайк и подписка, потому что, ну, это, честно, капец. И теперь просто-напросто ждём этого стримера. До свидания, хомэ. Хомэ, 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 хомэ. Фух, ливнул. Фух, чуваки, просто. Я залутал миллион вещей, успешно убил двоих алмазников для того, чтобы прийти домой. И теперь умереть от того, что я попытаюсь просто забраться домой. Отче наш и живесен на них. Дальше я Мариту, к сожалению, не знаю. Спасибо большое за это прекрасное всё. Ору не то, что в голову. Да факт! Как залезть? Как мне положить теперь вещи? Ну вот как? Грелку мне в переделку просто. Я живу не то, что теперь в небесах. Ну, я уже живу выше господа. Я первее, чем Илон Маск покорил Марс. Илон Маск, как тебе такое, а? Украинцы первую покорили Марс. Здравствуйте. Да, капец, конечно. У меня даже нет желания вещи раскладывать. Шаолинская магия, я бы сказал. Просто посмотрите на это. Аааа, нет! Нет, ну конечно я понимал на 100%, что я выживу. Чтобы теперь подняться опять наверх, мне нужно просто проделать путь с нуля. Да я не знаю, докуда. Ваши ставки, кто это может быть? Это либо Коля. Ну, Коля меня знает и может потроллить. Серёжа, но я даже не знаю. Ну, вряд ли. Фанзи не знаю. Пока он поднимается, я приготовлю ему небольшой тишительный донат. Давайте напишем домер 1000 рублей. Напишу, прости, немного перепутал план постройки. И как только он поднимется на второй этаж, я выйду с Ваниша и просто-напросто отправлю ему 1000 рублей. Эй, люди! Вы там снизу! Как меня слышно! И что это за окорочок? Это ты сделал? Кто-то знает этого человека Молдова? Просто жесть. О, Танат. Спасибо большое. Прости, немного перепутал план постройки. Чего? Домер. Немного перепутал план постройки. Чуть-чуть-чуть перепутал. Ну, полразика. Совсем немножечко. Вообще чуть-чуть, полкапельки. Всего лишь построил дом на 249 высоте. Спасибо. Это тебе. Ладно, чтобы он не расстраивался, давайте занатим ему ещё 1000 рублей. Напишем, не расстраивайся. Пыш, 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 пыш. Я бы сказал, достойно, достойно. Опа. Не расстраивайся. Пеж, пеж, пеж. Ну, как бы, когда тебе построят такую хату, ну нельзя расстроиться, потому что это лучшая хата, которая только может быть. Я живу на уровне с господом. На 250-е цепи. Это просто карачок, ты моя любовь. Если что, ссылка на канал стримера будет в описании, можете зайти ему и передать привет. А как только вы на этом ролике набираете 3 лайка, то я иду снимать новое видео. Так что не забывайте, заходите на мой сервер. Пятый адресер будет в описании, у нас будет сходка, и вы, как вот эти вот ребята, сможете попасть в ролик. Так что всех жду, не забывайте про подписку и колокольчик, помогите набрать 2 миллиона подписчиков, пыш, 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 и всем пока!